Мы сделаем цветок. Это хризантема. Она делается также из замши. Её можно делать из кожи. Самое главное, нельзя забывать того, что мы не копируем эти цветы. Мы даём декоративное решение этого цветка. Эта полоса будет широкая. Можно её делать одинаковую, но у такой ромашковой видной хризантемы будет серединка. И мы делаем чуть-чуть поменьше форму этой полоски к середине, а к концу она будет больше. Мы нарезаем вот этот кусок такими же вертикальными полосками, не доходя до края. Потому что всё равно это всё крепится. Вот таким образом продолжаем нарезать. Нарезаем на ровные полоски, потому что этот цветок очень изящный, лёгкий и очень тщательно выполненный нашим самым лучшим мастером и художником природы. Вот, поэтому нам нужно просто в неё учиться. Хризантемы пришли к нам с Востока, из Японии, Китая. Их по истории более пяти тысяч видов. Они бывают ромашково видные, бывают махровые, разной степени махровости. И всех нельзя даже назвать цвет, который не бывает в окрасе этой хризантемы. Кончики у хризантемы можно оставить просто прямыми, как отломанные макароны. Вот. Или можно вырезать их заострением к низу, как у обычных у всех листиков. И как бы вы ни сделали, вы всё равно не ошибётесь, потому что видов очень много. Так, вот, получилась вот такая вот деталь. Сейчас будем обрабатывать термы. Так, для того, чтобы она получилась аккуратной и красивой, очень хорошо вот так её положить на доску. Значит, сделать здесь полукруг, и тогда можно индивидуально подойти к каждому этому лепестку. И не ошибиться уже во время обработки. Вот. Лучше проводить линию у этого прибора ребром. И лучше делать линию вести с внешнего края на внутренний. Тогда она лучше зарабатывается. Ну, вам, каждому виду кожи или замши, нужно сделать пробу. Процесс очень тщательный и долгий. Берём проволоку. Значит, можно намотать на неё марлю. Можно её продеть в пуговицу. Тогда будет ромашковая. Значит, ну, здесь мы возьмём самый обычный средний махровый вариант. И поэтому я использую вот такой приём. Я беру проволоку, провожу её между этими зубами, закрепляю. И подклеиваю её немножко клеем. И сейчас нужно по всей полосе, вот этой полосе, провести тоненькую линию из клея. Потому что можно её по мере поворотов добавлять. И дальше идёт вот этот волшебный поворот. И вот она уже получилась хоризонтемка. Так, теперь я беру тот же кусочек от той же замши и делаю нечто по типу конуса. Это каждый из вас видел это у натурального цветка. Нужно, чтобы верхняя часть этого конуса закрыла все выходящие из него лепестки. Форма вот такая вот. Верхняя часть закрывает боковинки, а здесь идёт ствол. Значит, можно здесь дать небольшие лепесточки, как бы. Но они условные, но в природе их очень много. И они дружно оберегают цветущую часть цветка. Промазываю вот эту деталь, которая обнимет вот эту нижнюю часть цветка. Промазываю обильно, кроме вот этих лепестков. Какая сторона будет промазана, замшевая или кожаная, это не важно. И так хорошо, и так. Я взяла вот эти две детальки, плотно их сжала. И сейчас вот этой зажимкой я зажму ей. Вот. И теперь она уже будет нормально высыхать. И она будет как бы держать весь цветок. Теперь листья. Лист имеет очень сложную, причудливую форму. Ни один лист никогда в природе не повторяется. Симметрии нет ни в травах, ни в лепестках. Взяли лист, положили его замшевый вверх будет или кожаный, это не важно. Я тонкую проволоку сложила вдвое, чтобы держала эта проволока цветок. Далее я вырезаю тоненькую кожицу. Это толстовато замша. И у меня здесь есть замечательный кусочек кожи, который с обратной стороны, он тонально входит. Вот я его использую. Как правило, немножко нужно закруглить края, чтобы они не выскакивали. И обильно на него клей положить. Очень хороший в работе резиновый клей, потому что в работе у него продолжительность большая работы. Нужно раз намазать, выждать время, второй раз намазать. Но зато, когда вещь склеена резиновым клеем, она сохраняет пластику. Прикрываю, как уютным одеяльцем, эту проволоку. Она останется внутри, наклеится и будет держать цветок. А чтобы придать достоверность большую этому замшевому лепестку, нужно взять ручку гелевую или карандаш какой-то сочный и просто порадоваться его красоте, прорисовать ствол и отростки все на поверхности. Тогда не нужно его термически обрабатывать, нарушать форму, потому что этот листик будет хорош сам по себе. И сейчас мы можем уже кожу дать на ствол. Значит, для этого я использую вот такую кожу. Она мягкая, красивая, и прием будет достаточно простой. Я вырезаю длинную узкую полоску, чтобы хватило и на лепесток, на листочек, и на весь ствол. И накручивается эта полосочка наискосок, чтобы большая площадь кожи работала на обнимание этого объекта. Уже схватилась. Я прикладываю эту полосочку слегка наискосок. И сейчас снова можно прихватить, чтобы он его задержал. Я сейчас такой тугой так взял. И теперь мы идем просто вот наискосок. Я держу намазанное клеем, и обратной стороной, вот она изогнутая, я кручу, но не надо накручивать друг на дружку. Нужно, чтобы это шло вот так вот наискосок. Вот смотрим, где мог вырасти листик. Вот этот листик. Ну, пожалуй, у такого маленького цветка он может появиться вот здесь. Я его прикладываю и прижимаю его стволик к основному стволу цветка. У него большой ножки быть не должно. В данном случае такого младенца. Достаточно этого. И вот эта хорошая кожа, вот в данном случае на стволы очень хорошо идет искусственный лак. Он бывает и черный, и зеленый. А это уже не копирование природы, а вот сочетание черного с какими-то двумя цветами. Вот черно-белый и плюс цвет. Это такой канон Вячеслава Зайцева. И это очень хорошее графическое решение цвета в любой композиции. Ну вот практически он, головчик наш, готов. Здесь я могу закрутить просто вот так прямо. Взять эти страшные акулии челюсти, отрезать, снять эту страшную ягу. Далее я поворачиваю этот цветок. Напоминаю, что хорошо его украсить, нарисовать на нем. Листики они очень любят, когда им придают какие-то живые вот такие движения. Ну вот, это основа. К этому, представьте, еще бутон. Бутон – это принцип вот этого цветочка. Только внутри немножко вот такой вот, как мы делали, из травки. Скрутить ее, а закрыть вот этими частями. И можно целую большую семью сделать. Сейчас я покажу вам, как можно из кожи сделать вот такой цветок – ирис. Здесь используется кожа, искусственный лак, проволока. И не нужно никаких сложных термообработок. Для изготовления этого цветка нужны следующие материалы. Проволока двух видов. Одна, которая должна держать ствол этого цветка, она должна быть крепче. Второй вид проволоки, который мы будем приклеивать к лепесткам, должна быть потоньше, потому что она придаст устойчивость лепесткам. Далее нам понадобится клей. Ножницы желательно иметь нескольких видов. Для ствола, для листика этого ириса лучше резать большими ножницами. Когда мы вырезаем тоненькие лепестки, удобнее это делать более мелкими и легкими ножницами. И также разные цветовые вариации в зависимости от того, как вы воспринимаете ирис. И еще один материал, который обязательно используется при изготовлении этого цветка – это тоненькие гелиевые ручки. Они прекрасно, линии ложатся на поверхности кожи, высыхают, фиксируются. И мы тем самым на плотной коже создадим впечатление такого гармоничного движения. Я выбрала для изготовления этого цветка вот такой кусочек кожи. Это кусок от рукава пальто, которое уже перестало существовать. Начинаем с того, что вырезаем три лепестка. Внутренняя часть цветка и три, которые снаружи. Вначале вырезаем просто кусочек, который будет у нас лепестком. Вот таким образом я покажу. Я поворачиваю этот лепесток, подтягиваю. Это достаточно быстро. И если даже неровно, то все равно без обрезков. Вот вырезаем таких три. Надо стараться, чтобы следующие два были более-менее близки по размеру к этому. Вот он получается. В принципе, вот такая форма. Сейчас будет второй и третий. Это центральные лепестки. Есть маленькая тайна такая у художников, когда учат, как провести ровную линию взмахом руки. Для этого нужно очень быстро вести рукой и немного задержать дыхание. И вот здесь то же самое. То есть человек дышит когда-то, идет в любом случае вибрация, и она достигает руки. Вот чтобы не промахнуться, я прикидываю приблизительно... Вот положила один листик на другой и по-грубому обрезаю. Значит, у нас уже вот три есть. Мы уже спокойно можем их положить кожаной лицевой частью вниз. И делаем большие листики. Для большого листа нужно вначале определиться в кусочки. И удобнее будет сразу вырезать вот такие, как форескизы. Вот такая большая. Те же самые движения. Быстро. Только фестоны должны быть немножко покрупнее. Потому что листик сам, лепесток, он крупнее. И пока не до конца не дойдет, не останавливаться. Вот я только подтягиваю. Шесть лепестков у нас есть. Сейчас очень хорошо, если мы сразу вырежем листья. Вот в данном случае этот листик напоминает природный. По своему росту, размеру, по длине. Ну, в принципе, вы можете создать любви. Этот листик у нас имеет, будет, две стороны. За счет этого он будет стоять, как настоящий. Вырезаем. Утомленное солнце, нежно с морем прощалась. В этот час ты призналась, что нет любви. Так вот, подложили заготовку. Теперь следующий этап. Нужен клей. Мы берем толстую проволоку для листика. И среднего тона берем для лепестков. Прикидываем приблизительно, чтобы ножка была удобна. Где-то сантиметра на полтора-два больше. Вот такой величины мы вырезаем. Раз, два, три. Следующий этап. Для того, чтобы прикрепить удобно и прочно проволоку к обратной стороне лепестка, нужна узенькая полоска из этой же кожи. И приклеивается она кожаной стороной туда, а замша останется обратная снаружи, чтобы при движении не выделялся этот момент такой ремонтный. Ну, приблизительно где-то 5-6 миллиметров, не меньше. Нужно взять бумагу, лист, чтобы клеем работать на ним. И чтобы не пачкаться, очень удобно вот эти палочки ушные. Значит, берем лепесток. Один, второй, третий. Берем клей и выдавливаем такую узенькую дорожку. Если повыше взять вот пузырек, этот, тюбик, то он, понятно, будет, куда он ложится. Он ложится такой хорошей дорожкой толстенькой. Нужно учитывать, что когда мы придавим вот этой полоской, он расползется. Кладем проволоку на один, на другой. Я подрезаю кончик. Можно полукругом, можно острием, как угодно. Накладываю кожаной стороной на проволоку и палочкой придавливаю. Теперь следующий. Пока мы завершим нижние лепестки, эти уже подсохнут. То же самое и делаем с большими. Кладем на лицевую сторону. Пусть пока листики отдыхают и сохнут, мы берем вот этот лист, укладываем его кожаной стороной на бумагу и берем проволоку в этом случае более толстую. Вот он вырезан уже вот с таким изгибом. Вот так приблизительно я и повернула немного проволоку. Мы делаем этот листик с двух сторон кожаной. Для этого нам нужно будет клей распределить по всей поверхности этого листика. Далее акробатический номер. Здесь замша, там кожа. И укладываем его на кожу. Он прекрасно подсохнет. Мы дадим ему для этого время. И чуть позже мы его вырежем, пока он сохнет в таком виде. Берем гелевую ручку. Ориентируемся на холодную гамму. И провожу первую линию, центральную, ориентируясь на ту проволоку, которую вы почувствуете сразу внизу. А потом вы следующую линию проводите уже вот из этого места, где как бы два холма опустились. Вот, фестоны. И подводите его к началу, к серединке. Вы видели наверняка на листьях, как идут вот эти вот прожилки. Вот. И все линии должны быть очень пластичными. Серединка устроена так, что вот эта красота вся как бы снаружи. И мы можем вот этой группе лепестков дать какую-то свою определенную цветовую гамму. Например, больше сиреневую или голубую ввести. Но одна группа может слегка отличаться от другой. Положим на листики кое-где, и он сразу станет наряднее. Это остается светлым, и это, вернее, ровным, не закрашенным. И тем самым должна создаваться иллюзия объемности. Так, и мы сейчас обработаем листик. Ровно по краешку я отрежу более легкими ножницами. Он будет одинаковый с двух сторон. В этот час прозвучали слава... Вот сейчас обрезаю внутреннюю часть. Вот эти зазублинки небольшие. Закрашиваем теми же самыми продольными полосками, которые повторяют форму этого лепестка. Следующий этап. Мы будем собирать цветок на толстую проволоку. Нужно взять вот таким образом, свернуть сам кончик этой проволоки и сделать как бы, как чепчик одеть на эту голову. То есть мы имитируем серединку. Я кладу клей ближе к краю. Далее я как бы одеваю вот сюда, прихватываю здесь, прихватываю серединку, дальше здесь сминаю, и вот это вот тоже сминаю в середку. И образуется такой как бы бутончик. Мы спокойно, тщательно это все прикручиваем. Намотали капельку клея, и потом эту нитку мы обрежем, чтобы все это прочно скрепилось. Берем мелкие лепестки, ровно положили, приматываем. Здесь очень хорошо умечаются три лепестка, и каждый раз делается прикрут. Немножко прихватывается основание лепестка. Клеим, и потом укладываем нижние листики. Ставим его так, что вот этот промежуток между двумя лепестками закрывает нижний. Так, один, один здесь, один здесь. Так, теперь обкручиваем. Я предлагаю взять вот эту полоску искусственного лака. Он тонкий, искусственный материал. Он тонкий, он хорошо, гладко ложится. Обрезаю несколько шире, где-то в сантиметр, не меньше. Просто при поворотах на стебле эта полоса ложится как бы по диагонали. И лучше, если полоса широкая. Кладем клей на основание, фиксируем. Наискосок, значит, часть одна находит на шейку цветка. И дальше самый удобный прием вот такой. Когда левая рука укладывает эту тесьму, на стволе лежит клей. И вот правая рука подкручивает и немножко по диагонали. Эта лента хороша тем, что она подтягивается, как резина. И ровнее ложится. Сейчас мы отворачиваем лепестки. Отворот. Второй. Отворот. Третий. А здесь как будто вот поясница болит. Вот такой вот полукруг, а голова кверху. Вот такое, видите, сразу он засверкал. То есть вот, в принципе, он уже живой. Я думаю, что после наших уроков и после прогулки в лесу вы захотите сделать это и порадовать себя и своих близких. И чем больше вы будете творить, рисовать, лепить, делать подобное, тем лучше у вас будет получаться каждый раз. Успехов вам творчества! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова